Мемориальные таблички, размещенные на городских зданиях, стали предметом исследования учеников 18-й школы Нальчика. Подростки всерьез увлечены историей родного края и даже создали свое научное сообщество. Помимо табличек, неподдельный интерес школьников вызывают и местные памятники. Лейла Махова продолжит. Научное сообщество «Экос» Елена Завода организовала в 2001 году у каждого школьника индивидуальный проект, но в основном все они посвящены краеведению. Которые именно интересны тем, что мы можем все пройти ногами, посмотреть глазами, пощупать руками, посидеть в архиве. То есть это главное, что это без интернета. Юлия Фастовец над проектом «Памятники города» работает вот уже пять лет и сомневается, что изучила все. А Алим Утов интересуется мемориальными досками. По его словам, в Нальчике их около 200. Увлечение ведет к особой наблюдательности. Проходя по улице Кабардинской, он заметил отсутствие отметки. В этом доме жил революционер Назир Катханов. Сейчас там частная фирма находится. И вот мы проходим, вот мы вспоминаем, вот тут должна быть доска. Где интересно? Мы заходим к ней, там девушка сидит. А мы спрашиваем, где доска? Она говорит, а сейчас я вынесу, быстро вытащила эту огромную доску, вытащила, показала, что все нормально. Через несколько дней все было возвращено на место. Члены общества ЭКОС пошли дальше, обратились с предложением в мэрию Нальчика. В итоге три новые мемориальные доски были установлены на городских зданиях. Лейла Махова, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова